Добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Игорь Яковенко, и у нас очень интересный, важный собеседник сегодня, это Сергей Алексашенко, экономист, ну, я биографию рассказывать не буду, потому что это займет больше времени, чем вся передача, поэтому, в общем, все знают, кто это такой. Сергей, здравствуйте, рад вас видеть, спасибо, что вы с нами. Игорь, добрый день, спасибо, что пригласили, рад быть у вас в гостях, добрый день зрителям, добрый день слушателям. Ну, очень надеюсь, что это первый, но не последний раз. Итак, первый вопрос, скажите, пожалуйста, вот идет явно затяжная война, ну, опять-таки, здесь, наверное, у каждого свой прогноз, у меня такое ощущение, что война может затянуться на годы. Ну, кстати, хотелось бы услышать вашу оценку, но главный вопрос вот в чем, а кто бенефициар вот этой затяжной войны, как в персональном качестве, так и в социальном, и в географическом, геополитическом, то есть бенефициары вот этой затяжной войны, кому это выгодно? Хороший вопрос. Бенефициары затяжной войны. Ну, я согласен с тем, что война затяжная, и она перешла в эту стадию, наверное, летом 22-го года, после того, как, собственно, Путин понял, что близкрик не удался, стамбульские соглашения провалились, и надо было придумывать какую-то новую стратегию. И для Путина эта стратегия очевидна, это долгосрочное, изнурительное давление с эскалацией военных действий, и мы видим, что буквально последние пару месяцев, месяц, Путин перешел на новый уровень эскалации, это уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, такое масштабное, серьезное, то, чего раньше не было. И это означает, что сейчас хорошо, сейчас начнется теплый сезон, сейчас будет весна, лето, а зимой, ну, я думаю, что Украину ожидают очень тяжелые последствия, как я даже не очень понимаю, жизненные последствия, жить будет тяжело, потому что летом, когда тепло, ну, можно и холодной водой, что называется, обойтись, и без отопления, а вот что делается, когда зима и морозы, это вопрос сложный. Может ли эта война затянуться на годы? Хороший вопрос, не знаю. Не знаю. Я пока не вижу каких-либо действенных ограничений для Путина, для того, чтобы вести эту войну, как минимум, без ослабления давления, а может быть даже с усилением давления, и при этом я не вижу возможности для усиления позиции Украины, ВСУ, для противостояния агрессии. Для Украины тоже важна война затяжная, она объективно затяжная, потому что она идет уже с 2014 года, и до тех пор, пока в России будет сохраняться этот страшный, изуверский путинский режим, эта война будет продолжаться, независимо от того, будет идти стрельба по линии фронта или не будет, или будет перемирие, или будет еще что-то. Поэтому для Украины война более затяжная, безусловно, и более смурительная. Но если мы смотрим на текущее положение дел, я не военный эксперт, у меня нет доступа к тем данным, которые есть у украинского генштаба, я не понимаю, сколько у Украины есть боеприпасов, я не понимаю, сколько у Украины есть вооружения, но мы видим, что последние месяцы ценой огромных усилий, ценой огромных потерь материальных и людских, Россия метр за метром продвигается вперед. Это означает, что путинская стратегия вот этого изнурительного давления, она приносит плоды. Можно над ними смеяться, можно говорить, что плоды незначительные, что такими темпами до границ Донецкой области года за два можно дойти, что Россия потеряет еще десятки тысяч жизней. Но это Путина все не волнует. Он на это готов. Он на это изначально готов, и он к этому сценарию готов. А вот может ли вести Украина сопротивление, не получая военной помощи, в первую очередь военной помощи от Соединенных Штатов Америки, вопрос, на который у меня нет ответа, честно. И скорее он все-таки интуитивно, на уровне интуиции, вопрос ответ нет, что в очень долгосрочной перспективе, год, два, три, четыре, без серьезной поддержки, усиления поддержки, военной поддержки, без большей защиты неба, без большего количества снарядов и так далее, украинская армия, я не знаю, как она будет сопротивляться, или какая цена будет этого сопротивления. Поэтому насчет, насколько будет долгосрочна эта война, мне бы не хотелось давать какие-либо прогнозы. Единственное, что я понимаю из американской жизни, из того, что происходит здесь, вокруг помощи военной Украине, это не вопрос поддержки Украины или не поддержки Украины. Далеко не этот вопрос лежит в том, что это внутренняя проблема американской политики, это выборный год, это раскол внутри демократов, демократической партии, это раскол внутри республиканской партии, внутри фракционные противостояния, разные интересы. Левые демократы горячо готовы поддерживать Украину, но не готовы поддерживать Израиль. Радикальные республиканцы, такие трамписты, мага, они готовы поддерживать Израиль, но не готовы поддерживать Украину. И вот в этом раскладе нужно найти какой-то баланс, который творит все интересы, и это опять не надо забывать, что это выборы. Но, предсказав это, я должен сказать, что у меня очень сильное ощущение, ожидание нехорошее, что это будет последний пакет помощи Украине. То есть следующего пакета в 25-м году финансово, в 26-м году ожидать не следует. И это такой вот долгосрочный факт. Ну или скажем так, я бы на месте украинских политиков всерьез бы рассчитывал на такой сценарий. Но рассчитывал бы, не то что рассчитывал, я бы этот сценарий просчитывал как базовый. Что будет, если этот пакет последний? И это базовый сценарий, из него надо исходить. Поэтому, насколько удастся выдерживать долгосрочную войну, я не понимаю. Можно, конечно, надеяться на черного лебедя, можно надеяться на то, что Путин призовет к себе Господь Бог, и на этом мучение десятков миллионов людей закончится, и в Украине, и в России, и в других странах. Но это тоже, знаете, тот сценарий хороший, которым мы все мечтаем, но которому мы не можем поспособствовать. Вот, вторая часть вашего вопроса, бенефициары войны, но она гораздо проще для ответа. Потому что есть глобальные экономические бенефициары войны, это в первую очередь Индия и Китай, которые получили доступ к дешевой российской нефти. Особенно для Китая, я бы сказал, не то, что это так уж очень много. В масштабах китайской экономики, которая приближается к 15 триллионам долларов, получить скидку к цене на нефть в 15 миллиардов, ну, конечно, приятно, но это дело, в сути китайской экономики не меняет. И тем более, что она все равно будет покупать эту нефть, независимо от того, какая цена складывается на мировом рынке. Для Индии такие выигрыши более существенные. Индийская экономика менее диверсифицированная, она менее продвинута с точки зрения создания добавленной стоимости, но и она меньше китайской в десяток раз. Поэтому для нее масштабы вот этого выигрыша, они, конечно, гораздо более существенны. Бенефициаром войны является Путин, безусловно, потому что война и связанная с этим пропагандистская истерия и усиление репрессий внутри России позволяют Путину цементировать власть, укреплять свою поддержку и делать свое пребывание на посту в главном кресле Кремля более безопасным. То есть страхи о том, что будет какое-то там вражение в ближних кругах и там дворцовый переворот или какое-то народное восстание или еще что-то, они вот в этой ситуации явно снижаются. Потому что, ну, это не маленькая, но там преподносится в России как победоносная война, тяжелая, изнурительная, но победоносная, тем не менее, как это, мы ловим гнуться шведы. Вот. Поэтому для Путина, Путин, конечно, является бенефициаром, его власть укрепилась, и это хорошо нужно понимать. И, соответственно, укрепилась... Ну, дальше мы пойдем сейчас с вами по нисходящей, да, то есть то, что... Нет, наверное, дайте еще не по нисходящей. Давайте еще наверху останемся, на верхнем уровне. Политическим бенефициаром войны, безусловно, является Китай, потому что внимание военного руководства США, политического руководства США все время переключается, бегает. Китай, Россия, Китай, Россия, Китай, Россия, а тут еще и Израиль. И чем больше точек, на которые вы должны обращать внимание, чем больше ваш главный геополитический оппонент тратит время на другие конфликты, тем для вас выгоднее. Поэтому, конечно, Китай в этом отношении, он понимает, что давление США объективно... Давление США на Китай объективно не может... Будет снижаться, но не такое сильное, как могло бы быть. Поэтому Китай, конечно, он... Понимаете, при этом нельзя говорить, да, что бенефициар войны – это обязательно тот, который прилагает какие-то усилия для того, чтобы война затягивалась. Потому что там и Китай, и Индия, они ничего не делали, чтобы война затягивалась. Они... Там другое дело, что они могли бы помогать Украине, чтобы война прекратилась. Но это опять вопрос их внешней политики, как они им подходят. Нельзя от них требовать того, чего они не хотят. Но они точно... При этом они являются бенефициарами. Вот. Понисходящий вниз, наверное, определенным бенефициаром, таким долгосрочным, является, я бы так сказал, ястребиный блок в Соединенных Штатах Америки. Потому что, конечно, количество политиков, которые помнят холодную войну, которые воспитаны на настроении холодной войны, которые считают, что Россия является серьезной геополитической угрозой, вроде бы как основная масса их ушла, но, тем не менее, вот эти настроения, они питают большое количество политиков и, главное, военных экспертов. И для них, конечно, такое вот ослабление России, российской военной мощи, для них это является выигрышем. Его, наверное, трудно померить в снарядах, трудно померить в килограммах, в долларах, еще в чем-то. Но американские военные аналитики, они, безусловно, понимают, что российская армия не столь сильна, что качество вооружения российской армии далеко не такое хорошее, как об этом думали все. Понятно, что в случае такого гипотетического, абсолютно гипотетического военного конфликта между Россией и НАТО, Россией и США, характер применяемых вооружений будет другим. Но, тем не менее, знаете, как, чем дольше армия, любая армия участвует в затяжной войне, тем ниже ее моральный дух, тем меньше ее готовность сопротивляться каким-то другим давлениям. Опять вот, ну, какой-то такой, знаете, пусть когда ваш противник ослабляется, то вам от этого становится лучше. Все-таки такая геополитическая игра, где ослабление одного означает автоматическое усиление другого. Ну и дальше можно говорить о том, что бенефициарами войны, экономическими бенефициарами войны являются в России те бизнесы, те компании, которые работают и на производство вооружений, и связаны с этим вещами, все, что нужно для армии, и продовольствие, которое для армии поставляют, и одежду для армии поставляют. Бенефициарами войны являются, ну, вот очень грубо, смотрите, полмиллиона российских военных, там, 450 тысяч, которые участвуют в конфликте, что называется, в боевых действиях, в разной степени вовлеченности. Соответственно, умножаем на 3, это получается полтора миллиона человек с членами семьи, которые получают зарплату, которая в разы, в 4, в 5, в 6 раз выше, чем то, что они получали на гражданке. И это означает, что их семьи являются бенефициарами, безусловно. Опять, не то, чтобы они хотели, да, чтобы их там мужья, братья, дети умирали, но, в принципе, они, пока они воюют, пока они живут, они получают очень приличные деньги, а если они погибнут, то они получают их зарплату за 20, 25, 30 лет вперед. То есть, в общем, сбрасывать это со счетов невозможно. Да, и с этим связано такое абсолютно пассивное или, как бы сказать, беспристрастное восприятие войны со стороны российского населения. Ну, Родина же ценит жизнь нашего, там, мужа, брата, сына. Да, вы смотрите, погиб, ну, оценили, дали вот денег. Он бы столько никогда за всю свою жизнь не заработал. Вот. Ну, и дальше можно там российские пропагандистские каналы и так далее. Ну, в общем, можно дальше продолжать, но мне кажется, что это уже менее интересно будет. Да, конечно. Спасибо большое за этот действительно четкий анализ. Тут мало что есть добавить. Единственное, я хотел спросить, а все-таки вот то, что оживился военно-промышленный комплекс, военное производство в Соединенных Штатах Америки оказалось востребованным, особенно в Европе. Ну, в США оно всегда было на определенном уровне, но, тем не менее, в общем-то, одно дело, когда войны никакой нет, такой большой, а здесь есть большая война, есть потребность вооружения, и вот в Европе сейчас, ну, по крайней мере, по декларациям происходит какой-то бум в АПК. Вы не считаете, что это как раз тоже бенефициары, которые могут влиять каким-то образом на политику? Вы знаете, я бы их относил к числу таких уже мелких бенефициаров, потому что опять, ведь все же, как это, у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий. И мы понимаем, что вот американская экономика это 23 триллиона долларов в годовом выражении. И 40 миллиардов долларов, которые заложены в этом пакете помощи Украине, которые будут направлены на покупку вооружения Пентагоном, ну, то есть 40 миллиардов для любой компании, безумные деньги, для нас, для любых слушателей, для нас с вами это какая-то фантастическая сумма. Но с точки зрения экономики, которая составляет там 23 триллиона долларов, ну, слону дробин, приятно, приятно. То есть, ну, знаете, госзаказ, он никогда не бывает лишним, да, вот, но это не тот масштаб денег, который как-то вот сделает американскую экономику именно счастливыми. Зазначает ли это, что... Нет, я... Извините, ради бога, что я вас перебиваю, я просто говорил не об этом. Ради бога, у нас же разговор. Ну да, ну, тем не менее, очень не хочется вторгаться в ход рассуждения. Значит, смотрите, я же говорил не о том, что Америка в целом, вы сейчас говорите о том, что Соединенные Штаты Америки не являются бенефициаром. Да, скорее всего. Но конкретно вы правильно сказали, что для кого-то там 40 миллиардов – это ерунда, ну, в частности, для бюджета США – это ерунда, а вот для конкретных компаний это, в общем, так неплохая прибавка пенсии. Я сейчас говорю о бенефициарах. И в Соединенных Штатах Америки, особенно в Европе, такие бенефициары, безусловно, есть. То есть те компании ВПК, которые получают заказы, которые оживляются, потому что за последние там 30-40 лет в Европе вообще ВПК было на очень низком уровне. А сейчас вот они оживились, появились. Можно ли их считать бенефициарами? Да, конечно, можно. Нет, Игорь, смотрите, я в этом отношении я не спорю с вами. Мне, правда, сейчас трудно оценить количество, насколько это будет. Понимаете, ведь вот проблема оживления ВПК, она, ну, собственно, двояка, и очень хорошо видно на примере той же самой России. Да, что у России были огромные незадействованные мощности по производству вооружений, которые, ну, грубо говоря, с пятидневного режима, там, 8 рабочих часов в неделю или там четырехдневного, перешли на три смены, семь дней в неделю, три шестьдесят пять дней в году. И вот это Россия сделала там середина 22-го года, где-то там к концу мая, к началу мая 23-го года. Да, и на этом весь потенциал российской оборонной промышленности, он исчерпан. То есть вот нарасти дальше, ей расти некуда. То есть она вот столько, сколько производит, она может производить. Больше нужно строить новые заводы. И вот эта проблема, что нарастить мощности ВПК можно в одном случае, ну, просто задействовав то, что у вас есть, и это просто, это происходит быстро. А другое дело, что когда вам говорят, хорошо, но мы хотим, чтобы вы производили, вы как европейские компании все вместе, производили не 800 тысяч снарядов в год, а 8 миллионов, и вот тут европейские бенефициары войны, компании бенефициары войны, они говорят, окей, ребята, но смотрите, чтобы мы могли производить 8 миллионов снарядов в год, нам нужно, грубо говоря, построить 3 раза по столько мощности, сколько у нас есть. Для того, чтобы окупить это строительство, нам нужно, чтобы вы дали нам заказ на следующие 25 лет вперед. Вы готовы на это? И вот на это пока европейские политики не готовы. Да, ну, опять, да, все предприятия, там, европейской оборонки, которые или могут производить, или будут задействованы, они станут бенефициарами, но и какое-то значимое оживление, знаете, какое-то такое бывает, горизонтальное, то есть, весь, все предприятия, которые могут что-то производить, с точки зрения вооружения, они почувствуют улучшение ситуации. Насколько мощным это будет? Вырастет ли здесь газон, условно говоря, на месте пустыря, вырастет ли здесь бамбуковая роща, или вырастет здесь какие-нибудь эвкалиптовые сады, или что-то еще, да, вот это надо будет смотреть через несколько лет вперед. Поэтому, да, бенефициары, но в каком, насколько крупными бенефициарами они являются, мне сейчас трудно оценить. Смысл вообще вот этого вопроса, основной смысл вопроса заключался в том, что война порождает бенефициаров, и это создает механизм положительной обратной связи. То есть, процесс с положительной обратной связью, он имеет неопределенную длительность. Процесс с отрицательной обратной связью, он имеет конечную, и, как правило, он укорачивает длительность процесса. То есть, если отрицательная обратная связь, то укорачивает. Если положительная, то удлиняет. То есть, процесс наличия бенефициаров и порождение в ходе войны все новых и новых бенефициаров приводит к затягиванию войны сам по себе. То есть, это процесс самопорождающийся. Поэтому я пытался понять, насколько и насколько в политической плоскости этот процесс будет самопорождающийся. То есть, идет самопорождение войны. То есть, что называется, прикуривание войны самой от себя. Я не согласен с таким подходом. В долгосрочной перспективе, ну, вот политики, когда они проводят реформы, любые политики, проводя изменения, они их начинают только в том случае, если понимают, что количество положительных бенефициаров превышает количество отрицательных. То есть, они все рассчитывают на то, что там будет большая поддержка. Но даже при том, что это оправдывается, то есть, бывает случай провала, бывает случай неадекватных расчетов, и тогда эти реформы, изменения быстро тормозятся. Но даже в тех случаях, когда положительных бенефициаров больше, вот этот импульс к изменениям, импульс к переменам, он постепенно затухает. Ну, иначе бы, не знаю, иначе бы реформы Рейгана или реформы Тэтчер, они бы продолжались в Великобритании, в США, там, десятилетиями, да, потому что экономика от этого была бенефициаром. Иначе бы, там, политика Клинтона по снижению бюджетного дефицита, она бы, хотя она и приносила, там, на начальном этапе проблемы и для Клинтона, и для американского населения, но потом она привела к оздоровлению экономики, и, в общем, все от этого были счастливы. Но, тем не менее, там, наступила новая эпоха, пришел президент Буш, случайный с 11 сентября, да, и, там, про экономические изменения все забыли, не потому что они не приносили никому, не было бенефициаром. Мне кажется, жизнь, она более сложная, и, смотрите, ведь вот мы про всех этих, вот, там, как бы сказать, бенефициарами, да, за исключением, за исключением самого Путина, вот, вообще-то говоря, они не в состоянии сделать что-то, чтобы эту войну затянуть. Ну, можно, конечно, обвинять, что США, там, дают Украине помощи слишком мало и слишком поздно, да, но это, это же не решение компаний военно-промышленного комплекса, да, это личное решение президента Байдена и его ближайшего окружения, у которых есть своя логика, что, там, опасно, мы не должны приближаться к красной линии, когда холодная война или гибридная война с Россией перерастет в горячую, как все это было в холодной войне, и, там, мы не должны допустить победы, разгромы российской армии, потому что это приведет к развалу России и утрату контроля за ядерным оружием, ну и так далее, вот, но назвать президента Байдена бенефициаром войны, вот, мне кажется, что очень-очень невозможно, да, то есть, вот, кто из американских политиков проигрывает от затяжной войны, это президент Байден и демократы в целом, да, потому что никакой внятной политики они не заявляют и, ну, точно, совершенно, вот, они бенефициарами не являются. Вот, опять, я повторю, мне кажется, что жизнь, она более сложная, и вот упрощать ее до того, что, если ты бенефициар, то ты обязательно должен что-то делать для того, чтобы, там, вот, этот процесс продолжался, ну, нет, можно быть бенефициаром и при этом не прилагать к этому никаких усилий, как Индия, например, да, она бенефициар, ну, и слова, типа, ну, да, ребят, вы, конечно, воюете, нам хорошо, но вы прекратите воевать, в общем, нам тоже будет хорошо, да. Ну, в данном случае, то, что вы сказали, это никак не опровергает то, что я сказал я, потому что есть разные процессы, есть встречные процессы, действительно, мир гораздо более сложный, есть логика войны, и в том числе самопорождение войны, она есть, и в частности, в России это происходит, мы это видим. Вот, по мере, так сказать, сначала Путин, по сути дела, вынужден был ломать через колено свое окружение, и, в общем-то, он лично начал эту войну, а сейчас уже нет, сейчас уже появились сторонники, но проблема в том, что есть встречные процессы, есть, ну, короче говоря, мир действительно сложнее, поэтому и в этом счастье, потому что иначе мы бы давно уже, мир бы прекратил свое существование. Значит, более конкретный и, может быть, даже профессионально более близкий к вам вопрос. Вот, смотрите, были какие-то прогнозы, несколько наивные, что в результате санкций экономика России в клочья, мы видим, что никаких клочьев нет, есть какой-то, какой-то даже местами рост. У меня совершенно конкретный вопрос к вам, как к профессионалу. Те люди, которые сейчас считаются экономическим блоком правительства, и по поводу которых просто какой-то культ даже существует, я имею в виду Набиулина-Силуанов, они занимают те должности, в которых в середине 90-х годов работали вы. То есть, это Центробанк и Министерство финансов. Как вы считаете, вот насколько оправданы те невероятно комплементарные оценки, которые даются им, что вот они просто смогли противостоять санкциям, или это, в общем, достаточно банальные какие-то меры, которые насвидетельствуют просто о том, что санкции вообще, в принципе, не в состоянии угробить российскую экономику. Итак, роль личности в истории Набиулина-Силуанова и вопрос о эффективности санкций, и насколько они вообще в состоянии угробить российскую экономику, чему многие, в том числе и ваш покорный слуга, хотел бы. Ну, давайте начнем с санкций. Я бы сказал так, что надежды на то, что с помощью санкций удастся российскую экономику поставить на колени, разрушить, разорвать в клочья и отправить тар-тарары, они овладели мечтами дилетантов, которые совершенно не понимали о том, как устроена российская экономика и за счет чего она является устойчивой. То есть, она не является эффективной, но она является устойчивой. И это говорит о том, что уровень экономической экспертизы, уровень понимания российской экономики и в Вашингтоне, и в Брюсселе, он очень низкий. К сожалению, с этим приходится сталкиваться постоянно, и ситуация лучше не становится. Поэтому рассчитывать на что-то другое было крайне тяжело. Конечно, какие-то вещи выявились новыми, потому что до конца февраля 2022 года считалось, что замораживание валютных резервов Центрального банка обязательно произведет какую-то серьезную катастрофу. Но прошло какое-то время, и стало понятно, что это не относится к стране, у которой есть положительные сальдо текущих операций, у которой экспорт превышает импорт. И это не относится к стране, которая готова противопоставить вот такому решению превращение конвертируемой валюты в неконвертируемой. Выяснилось, что вот это действительно очень мощное, казалось бы, мощное оружие, оно не работает в отношении России по причине того, что оно производит сырье, без которого мировая экономика не может обойтись. И выяснилось, что вторая часть ограничения свободы конвертируемости российского рубля, то есть введение административного порядка, который кому-то разрешает покупать валюту, а кому-то не разрешает. То есть выяснилось, что вот эти два момента позволяют эффективность этих санкций практически свести к нулю. Не хочу сказать, что совсем к нулю, но сильно ослабить. Вот, поэтому вот санкции, они, с моей точки зрения, я всегда об этом говорил, что они не могут быть настолько разрушительными, насколько об этом мечтается или насколько об этом хотелось. Обвинять, вот совсем, условно говоря, поставь, не знаю, меня на 22 февраля 22 года в американской казначействе, начинай вводить санкции. Ну, наверное, что-то бы я сделал лучше, наверное, что-то бы там произвело более сильный эффект. Но нужно хорошо понимать, что любые санкции – это изменение условий функционирования бизнеса. А бизнес – существо приспосабливаемое. Ведь на самом деле, вот помимо того, что Россия является экспортером сырья, основа устойчивости российской экономики – это то, что она при всех проблемах является рыночной. Рыночная экономика – это в которой за счет движения цен, за счет изменения цен, в том числе и курса рубля, происходит ее балансировка. И экономика, любой бизнес, который построен на рыночной основе, он к изменению внешней среды умеет приспосабливаться. Да, на это требуется время. Да, какое-то время экономика не растет. Да, у нее там, она может даже какое-то время падать. Вот там Росстат опубликовал данные 23 года, что это там 3,6% роста. Но если мы вычтем оттуда дополнительный, то, что называется, военно-бюджетный импульс – 3% ВВП, то, в общем, станет понятно, что там полпроцента экономического роста, ну, не так уж и… То есть, с одной стороны, это уже, конечно, не падение, да, но, в общем, радоваться особо нечему. Тем более, что это после падения 22 года. Поэтому вот санкции, они… Российская экономика слишком большая и слишком важна как поставщик сырья. Поэтому они стали более эффективными. Ну, они могли бы, но для этого нужен другой уровень политического мышления и готовности усиления противостояния с Россией. Да, то есть, вот этого в администрации Белого дома нет. Поэтому санкции, они такие, какие есть. Что касается персонажей российских министров-экономистов, знаете, у меня есть такой стандартный ответ. Как мы должны относиться к коменданту Освенцима? Он свою работу выполнял добросовестно? Добросовестно. Хорошо выполнял свою работу, правда? К нему приходили эшелоны, он их быстро сортировал, кого на работу, кого в газовую камеру, и справлялся с потоком. Прежде всего, что это ужасно, но он был эффективным менеджером. К нему претензии у вас есть? Есть. А с чем они связаны? Они связаны не с тем, как он работал, да? Они связаны с тем, что он делал и для чего он это делал. На самом деле, ведь управление макроэкономическими процессами, ну, это не… Мир, современный мир, он уже как-то понял вот эту макроэкономическую таблицу умножения, и Россия хорошо выучила уроки кризиса 98-го года. Ведь на самом деле, там, и Силуанов, и Набиулин, они, хотя и в других позициях, но они тот кризис помнят, и помнят проблемы, помнят ошибки. И они хорошие ученики, они понимают, что можно делать, что нельзя делать. И их макроэкономическую… Они выучили макроэкономическую таблицу умножения, и даже Путин ее понял. Он тоже пока понимает, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому сказать нас… Вот хвалить их, ну, да, они, в общем, как сказать, молодцы. То есть, ну, есть в России там тот же самый вице-премьер Андрей Белоусов, который макроэкономическую таблицу умножения не выучил. Вот он в 98-м году был… Он не был вывлечен, он не… Я прошу прощения, вот перечень этих персонажей, которые абсолютно безграмотны, поскольку я, помимо всего прочего, еще и медиакритик, я постоянно смотрю российский телевизор. И там Силуанов и Набиулина – это предметы в российском телевизоре, в российской пропаганде – это объекты постоянных нападений. И там существуют совершенно другие люди, которых жаждет там тот же Соловьев, те же самые мракобесы жаждут протолкнуть в экономический блок. Это всякие там Хазины, Делягины, значит, ну, и проще Глазьевы. Ну, и вот как раз и в команде Путина тоже есть подобного рода, ну, прямо скажем, полезные бы для нас идиоты. Но вот каким-то чутьем Путин все-таки умудряется понять, что все-таки вот эти вот… Ну, я не знаю, можно ли считать Силуанова и Набиулина вашими учениками, поскольку они были в младших позициях. Но, во всяком случае, действительно, они… Почему все-таки вот Путин вроде бы как человек, существо достаточно невежественное, но он все-таки понимает то, что надо держаться вот этих вот людей, которые, ну, короче говоря, эффективных-эффективных руководителей Освенцима. Вы знаете, я бы не стал, Игорь, я бы не стал вот так пренебрежительно относиться к Путину. Вот, знаете, что называется, он во всем существо невежественное. Он существо иррациональное. Да, у него картина мира очень часто построена, его личная картина мира очень часто построена на каких-то… Ну, либо фейковых данных, да, которые он считает информацией, либо на фейковом анализе. Вот, но есть вещи, которые он знает хорошо. То есть не надо говорить о том, что у него там мыслительный аппарат совсем не работает. Мне кажется, что для Путина кризис 98-го года… Вспомните, он же стал директором ФСБ летом 98-го года. И для него, ну, это реально стало вот огромной колоссальной задачей. Да, вот там директор ФСБ в Ельцинской России совсем не то же самое, что директор ФСБ сегодня. Да, и страна здесь находилась там и в серьезнейшем финансовом кризисе, и в серьезнейшем политическом кризисе. И зная, как устроено там мышление Путина, его взгляд на жизнь, я не сомневаюсь в том, что он потратил какое-то время для того, чтобы разобраться детально. А он умеет до мышей докапываться. Тоже не надо сбрасывать со счетов эту его особенность. Умеет хорошо собирать информацию, умеет хорошо ее анализировать, умеет слушать. У него есть люди, которым он доверяет, кого он слушает. Вот. И у меня ощущение, что он с тех пор, буквально там с 98-го года, ну или там в начале, не знаю, 2000-х, когда он стал уже президентом, он вот эту вот работу над ошибками кризиса 98-го года хорошо провел. То есть он тоже выучил макроэкономическую таблицу умножения. И он понял, что правильно, а что неправильно. И он понял, кому можно доверять, а кому нельзя доверять. Обратите внимание, что вот у него есть позиция в его таком правительстве, где сменяемость, текучесть кадров крайне низкая. Вот мы видим, там, вот Центральный банк, вот он унаследовал Герасченко, потом Игнатьев, два полных срока по 6-12 лет, и сейчас Набиулина на третий срок по 5 лет. Он их не меняет. Министр финансов Кудрин 10 лет и Силуанов 14 лет. И он их не меняет. Вот такие долгожители у Путина, это вот только ФСБ надо поискать. Или там в Следственном комитете. А всех остальных, посмотрите, министр экономики, министр транспорта, министр связи, это тот счет 5-10. Ему не важно, кто там найти. А вот на ключевых вопросах, которые обеспечивают макроэкономическую таблицу умножения, он держит людей по долгу, которым он доверяет. И на самом деле вы абсолютно правильно заметили, что это те люди, которые тоже выучили таблицу умножения 98-го года. И Путин не ставит туда никого из тех, кто говорит на вопрос, сколько будет дважды два, он говорит, ну, пять, вообще-то, может быть, и семь, но иногда и восемь. Вот таких людей он близко к себе не подпускает. Да, здесь его принципиальное отличие от Бориса Николаевича Ельцина, у которого, так сказать, точного ответа, сколько будет дважды два, никогда не было. И он периодически склонялся кто к тому, кто к другому варианту ответов. Это, безусловно, так. Сергей, ну, вот самый актуальный, ну, один из самых актуальных вопросов последнего времени, это запрет, ну, или, скажем так, крайняя нерекомендация со стороны Соединенных Штатов Америки наносить удары по НПЗ. Существуют разные точки зрения. Вообще, насколько рационален этот запрет, насколько действительно удары по российским НПЗ могут повлиять на цены на нефть. Вообще, со всем этим нефтяным рынком, вот как на это влияет война, и, в частности, удары по НПЗ. Кстати говоря, один из вариантов, который я слышал о том, почему Байден висит на руках у Нетаньяху, требует, чтобы Нетаньяху не наносил удары по Ирану. Опять-таки, высказывается гипотеза, что здесь не только вот эта вот, так сказать, боязнь эскалации, но и боязнь каким-то образом повредить нефтяной рынок. Как вы считаете, насколько это оправдано? Как удары по НПЗ сказываются? Могут сказаться на нефтяном рынке? Игорь, ну давайте я тогда немножко шире отвечу на этот вопрос, потому что мне кажется, что удары дронов, угоды удара ВСО, СБУ, не знаю, ВУРа по российскому НПЗ – это элемент вот этого нефтяного пазла. Я вообще крайне скептически отношусь к политике, которую выбрала американская администрация, в первую очередь, по отношению к нефтяным санкциям. Россия является крупнейшим поставщиком нефти на мировом рынке. То есть, если убрать страны, например, как США, которые сколько добывают нефти, практически столько же потребляют внутри себя, а оставить только вот ту нефть, которая торгуется между странами, то Россия поставляла до войны каждую шестую тонну нефти. И понятно, что мировая экономика без российской нефти, нефть с учетом нефтепродуктов, это не важно же, в конце концов. И понятно, что без российской экономики, без российской нефти, мировая экономика жить не может. Ну, то есть, она может, но тогда просто цены на нефть должны, не знаю, там, 200 долларов, может, еще больше быть. И в этом отношении изначальная позиция, а мы сейчас запретим экспорт российской нефти, она была не просто ошибочной, она была просто дурацкой. Потому что жить невозможно. И первыми решениями по нефтяным санкциям было заявление Великобритании, США и Канады, что мы не будем покупать российскую нефть. Ну, они ее и не покупали практически. В минимальных количествах Америка покупала, но это так, скорее, для балансировки рынка, нежели чем-то о своих потребностях. Вот. А когда речь встала о том, что Европа откажется от покупки российской нефти, ну, то, по большому счету, это такой слабый выстрел в ногу себе. Потому что одно из правил санкционной политики, это то, что ущерб, который вы наносите, обратный ущерб, который вы наносите себе, ну, он не должен быть больше, чем тот ущерб, который вы наносите противнику. Да. И ведь отказ Евросоюза, европейских стран от покупки российской нефти привел к тому, что европейские потребители должны, компании должны закупать нефть в других странах. Ну, и, соответственно, более дорогая логистика, нефть приходит более дорогой. А при этом российская нефть, она продается куда-то в другие страны. Потому что каждая шестая, ну, невозможно без нее обойтись. Ее все равно кто-то должен покупать. И поэтому очень грубо получился такой, как бы, размен. Раньше Индия покупала арабскую нефть, близкое транспортное плечо, а Европа покупала российскую. После введения вот этого запрета на покупки российской нефти, Европа стала покупать арабскую нефть, а Индия стала покупать российскую. При этом за логистику поставки нефти в Россию, да, нефть в Индию стала платить Россию, Индия стала бенефициаром, благодаря потолку цен. А за поставки арабской нефти в Европу стала платить Европа. Ну, то есть вот, размен для европейских, европейских стран абсолютно невыгодный. То есть, ну, вот просто глупый. Не очень понятно, да, для чего это все было сделано. Тем более, что очень часто говорят о том, что снижение экспортоходов России от нефти снизит потребности, возможности Путина финансировать войну. Забывая о том, что войну Путин финансирует в рублях. Для того, чтобы перевести нефтедоллары в рубли, нужно использовать обменный курс. Если в начале войны он был 74 рубля, то сейчас он 94 рубля. Вот и посчитайте. Добились ли вы чего-то, если там рубль девальвировался, и, собственно, Минфин получил свои деньги за счет девальвации. Даже при всем том потолке цен. И потолок цен тоже, в общем, конструкция не очень, не очевидна, как работающая. Она работала в конце 22-го, начале 23-го года, но не потому, что мера такая эффективная, а потому, что, возвращаясь к разговору о профессионалах в Министерстве финансов, они прошляпили эту ситуацию и запоздали с изменением закона, который определял правила, по которым фиксируется нефть для цели налогообложения в России. На мой взгляд, гораздо более эффективно с точки зрения санкций или с точки зрения влияния на Россию. Европа могла сказать, что, слушайте, мы разрешаем покупать российскую нефть, но за счет этого все потребители российской нефти должны платить в бюджет Евросоюза пошлину в 10 долларов за баррель, и эти деньги будут идти на поддержку Украины. И я не сомневаюсь в том, что те же самые европейские компании, они бы добились от российских вот этой скидки в 10 долларов, платили бы нефтяную пошлину. У европейских компаний был бы выбор. Они бы начали давить на российские и так далее. То есть были какие-то другие решения, которые были бы более эффективными, более правильными. И то же самое касается вопроса о влиянии ударов по НПЗ или разрушения российских НПЗ с точки зрения нефтяного рынка, глобального нефтяного рынка. Ведь для президента Байдена, для его команды, почему они не хотят сильного удара Израиля по Ирану и отказываются от введения каких-то сейчас, отказываются от того, чтобы рассматривать нефтяные санкции в отношении Ирана, потому что это приведет к росту цен на нефть. То есть для Байдена это выльется в рост цен на бензин летом, когда американцы в большой сезон поездок и перед выборами это крайне невыгодно. И плюс ко всему это приведет к росту цен на мировом рынке и, соответственно, Китай будет обвинять Америку в том, что эта Америка поднимает цены на нефть и наносит ущерб китайской экономике. Ну и опять вот это обострение политических отношений. А при этом люди, которые обсуждают эту проблему в Вашингтоне и, как говорят, что это именно там вице-президент Камала Харрис донесла до Владимира Зеленского вот эту информацию еще там в феврале месяце в Мюнхене, они, видимо, не знают, что у России мощности по производству бензина практически равны внутреннему потреблению. Россия экспортирует бензина, смотрите так, для арифметики, чтобы мы понимали. До войны, там сейчас ситуации пропорции немножечко другие за счет снижения объемов добычи и роста военного потребления нефти. Но до войны 50% добываемой нефти Россия продавала в сыром виде. То есть просто как нефть. А еще от оставшейся половины, половину, то есть еще 25%, четверть добычи, Россия продавала в виде нефтепродуктов. При этом композиция, состав нефтепродуктов был дизель, дизельное топливо и мазут. Дизель Россия экспортировала процентов 50-60 от производства, а мазута чуть ли не 70-75. Но просто низкий уровень переработки нефти в России и особенность старых технологий приводила к тому, что у России было избыточное количество дизеля, дизельного топлива и огромное количество мазута, которое просто глубина переработки низкая, как остаток. Соответственно, закупалось это, дизельное топливо закупалось теми, кто употребляет дизель, а мазут закупался нефтеперерабатывающими компаниями, они просто добавляли в нефтяную смесь и перерабатывали по полному. А бензин Россия производила на 5%, на 7% больше, чем она потребляла. То есть разрушение российских НПЗ, если мы предполагаем, разрушить полностью 10% мощности российских НПЗ, означает то, что у России дизельного топлива останется с запасом. Ну, упадет экспорт, но для внутреннего рынка хватит. А бензина не хватит. Потому что по бензину вот этот запас прочности, он очень небольшой. 5%, 7%. И если разрушить 10% мощности по производству бензина, или 15% мощности, то у России не будет бензина, не будет хватать бензина, что выльется в рост цен на бензин на внутреннем рынке, что раскрутит инфляцию и, соответственно, нанесет и имиджевый ущерб, и экономический ущерб российской экономике. Но при этом российская экономика в целом, она столкнется со следующим, что у нее останется сырая нефть, которая не перерабатывается, которую она, в принципе, может продать на мировом рынке. И поэтому, если американцы и европейцы в этот момент при условии разрушения российских НПЗ не будут вводить никаких новых санкций на экспорт российской нефти, то с точки зрения мирового рынка ситуация не изменится. Хорошо, что мировой рынок будет получать не мазут и дизельное топливо, а будет получать сырую нефть. Но, в принципе, это для мирового рынка абсолютно неважно. Поэтому то, что предлагали американцы, то, что они требовали от Владимира Зеленского, это опять, я повторю, знаете, это не преступление, это хуже, это ошибка. То есть, короче говоря, идеальный вариант для Украины сейчас просто сделать вид, что они плохо слышат и что они не услышали этой рекомендации и продолжать уничтожать российские НПЗ. Тем более, что их число вроде бы ограничено. Я тут пытался как-то пересчитать, вроде как 36 всего на территории России есть этих нефтеперерабатывающих заводов. А с учетом того, что Украина сейчас строит новые, более мощные, более тяжелые дроны, ну, теоретически уничтожение или сильное повреждение, ну, практически почти всех. Я просто географию смотрел, размещение, там, в общем-то, можно больше половины уничтожить. Если, так сказать, вот эти новые мощные дроны, которые на 2, на 2,5 тысячи километров будут летать, то существует возможность действительно оставить российскую армию, российскую технику без горючего. И, в общем, на конской тяге, ну, не знаю, как самолеты будут летать. Вот вопрос. Насколько эффективна со стороны Украины эта тактика уничтожения НПЗ? Насколько эффективна тактика? Смотрите, с точки зрения войны это ни на что не повлияет, ну, потому что для военного транспорта там дизель и бензин, они используются. И я думаю, что в этой ситуации Путин, как говорится, армии даст все. Ну, то есть армия вряд ли потребляет там даже 50, ну, не знаю, трудно сказать, да, там экспертов надо более точно спрашивать, но я думаю, что армия потребляет сегодня там, не знаю, 10%, предположим, бензина, который там 15%. Да, поэтому вот можно уничтожить, если пока украинские ВСУ не уничтожат там 90% мощности по производству бензина, российская армия бензин будет получать. Ну, то есть на конскую тягу там городское население может перейти, поставки продовольствия, еще что-то, но не армия, да. То есть давайте вот все-таки разделим вещи. Что есть война, для которой, для продолжения которой, мы в самом начале этого разговора, да, Путин, для Путина это не вопрос издержек, не вопрос затрат. Он готов, что называется, пока он не видит предела тому, что он готов положить на чашу весов. То есть пока я не вижу сценария, при котором российская армия останется без горючего. Вот, дров. Ну, а вторая часть вопроса, правильная ли эта тактика, я считаю, что она абсолютно правильная. Я не уверен, что она возможна в краткосрочной перспективе. Да, я не уверен, что на сегодня ВСО обладают такими и, знаете, как количеством и качеством вооружения, да, то есть мы видим, понимаем, что дрон это не ракета, он летит медленнее, что количество дронов для успешных атак должно быть очень большим, что боевой заряд, который дроны должны нести, он должен быть гораздо выше, да, потому что НПЗ, это же огромное предприятие, да, и, в общем, там, вы не всегда хорошо понимаете, ну, то есть разрушить его целиком одним ударом одного дрона невозможно, да, то есть там удар, количество взрывчатых веществ должно быть сильно больше. Вот, но с точки зрения экономической, и с точки зрения влияния на экономику России, на социальную, ну, вот представьте себе, что, там ведь, сейчас я шаг назад сделаю, последний такой квази-бензиновый кризис в России начался в 2018 году, когда цены на бензин начали быстро лететь, потому что там началось оживление европейской экономики, цены на бензин и на дизельное топливо в Европе выросли, и российские компании начали экспортировать бензин и дизельное топливо в Европу, цены начали расти, и это вызвало очень серьезные такие социальные потрясения, и Путин потребовал ввести специальные механизмы компенсации, ну, короче говоря, регулирование цен на бензин, розничных цен на бензин по линеечке. Берется цена на начало года, берется уровень инфляции, получается цена нефти, бензина на конец года, проводится прямая линия, и вот ровно по этой прямой линии нефтяные компании должны бензин продавать. Там, если они чего-то недополучают от экспорта, им Минфин приплачивает, если внутренняя цена в какой-то ситуации оказывается выше, чем внешняя, то нефтяные компании доплачивают в бюджет. В 1922, 1922, 1923 годах вот механизм компенсации работал таким образом, что вот с той самой четверти нефти, которую Россия перерабатывала и продавала в виде нефтепродуктов, Минфин не получал никаких налогов. То есть вот он еще и приплачивал нефтяным компаниям за это. То есть абсурдность этого механизма, она настолько велика, что вот она для бюджета – это потеря. Но это говорит о том, что вот внимание Путина к этой проблеме, к проблеме розничной цен на бензин, отношение населения к тому, что происходит на бензинных колонках, очень высокое. И разрушение мощности российских НПЗ приведет к тому, что цены на бензин выйдут из-под контроля. То есть либо нефтяные компании будут держать цены на бензин на том уровне, о котором им говорит правительство, но тогда бензина не будет, потому что его просто физически не будет хватать, мощности разрушены. Либо для того, чтобы сбалансировать рынок, если экономика останется рыночной, нужно разрешить свободные цены. Но тогда они должны подняться достаточно сильно. И это будет вызывать последствия. То есть если говорить о последствиях разрушения мощности российских НПЗ, то это социально-экономические последствия, но не военные. Но это тактика правильная абсолютно. То есть я вот с этого начал и готов это повторить. Ну да, в конечном итоге, так сказать, разрушение НПЗ, разрушение энергетической структуры, это все-таки удары по экономическому и в конечном итоге по военному потенциалу России. Потому что, несмотря на то, что действительно российская экономика очень жестко сейчас разделилась на любимую дочку военную и падчерицу гражданскую, но тем не менее, все-таки это в какой-то степени единый организм. Поэтому здесь, видимо, надо не очень слушаться старших товарищей Соединенных Штатов Америки. Подробности относительно переговоров Шольца с главой Китая Си Цзиньпином было не так много. И вот сейчас только в прессу начинают просачиваться отдельные детали, которые касались закрытых переговоров. И, безусловно, ключевая цель визита Олафа Шольца заключалась в том, что европейские союзники активно пытаются склонить Китай договориться с Путиным о прекращении войны в Украине. Ну, как договориться? Надавить на него, понимая на самом деле истинную роль Китая и отсутствие равноправных отношений между Пегином и Москвой. Тем временем, президент Швейцарии написала письмо Путину. В нем Виола Амхерт не поздравила Путина с избранием на очередной срок президента. Швейцария и Старатна избегают этой темы, а вместо этого пригласила Путина к диалогу. Надо, наконец, договариваться. И, наконец, в Москве прошел съезд нового политического молдавского блока под названием Победа. Это такое, скажем так, кодло, которое действует под четким руководством российских спецслужб. Возглавил его беглый олигарх Игорь Шор. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, Олаф Шольц закончил 4-гневный визит в Китай в ходе этих переговоров, ключевых, очень сложных переговоров. Которая западная пресса оценивает сдержанно как не очень успешная, ну, скажем так, достигнуты далеко не все цели. Тем не менее, Олаф Шольц озвучил ключевую вещь. Он заявил о том, что он увидел приближение к концу войны. Он заявил о том, что руководство Китая и другие страны, которые поддерживают тесное отношение с Кремлем, испытывают сомнения по поводу целесообразности продолжения войны в Украине. В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России. Об этом он заявил по итогам своего визита в Китай. Как отмечают наблюдатели, ключевая цель Шольца, которая находится между Молотом и Наковальной, заключалась в том, чтобы попытаться сохранить достаточно прагматичное отношение. Немецкая экономика находится не в лучшем состоянии, как, собственно говоря, и китайская. И здесь они нужны, как говорится, друг другу, как партнеры Патанга. Тем не менее, Германия находится так под жестким давлением других европейских партнеров. В первую очередь, усиливающийся Франции, чей президент Макрон, находящийся на финальном президентском сроке, заявляет претензии на лидерство не только в Европейском Союзе, но и в НАТО. Ну и, естественно, Шольцу надо было демонстрировать какую-то динамику и демонстрировать то, что, по крайней мере, Си услышал его пожелания. А то, что Шольц ехал высказывать не только германскую позицию, понятно, что она была согласована с лидерами других европейских стран. Здесь мы видим четкие корреляции, тем более, что уже в мае Си отправится к Макрону в Париж. Такая встреча состоится, как известно, уже скоро в французской столице. Начнутся очередные Олимпийские игры, которые привлекают в себе огромное внимание, в том числе, поскольку дают огромные возможности закулисных переговоров. Не секрет, что во время подобных спортивных мероприятий мирового масштаба лидеры в неформальной обстановке решают многие вопросы. Ну, а еще до этого, 15-16 июня, напомню, в Швейцарии состоится саммит мира, который принимает президент этой страны. И президент Швейцарии Виола Анхер даже написала специальное письмо диктатору Путину. Вскоре после его переизбрания об этом стало известно только сейчас, об этом пишет издание Блик. Письмо не является поздравлением, объяснил его содержание. Очень витиевато представитель министерства обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт. Он заявил о том, что это письмо затрагивает некоторые аспекты нового срока, так они вот обошли, срока президента России. И Анхерт в этом письме обращается к Путину с призывом к диалогу в трудные времена. Как известно, Китай настаивает на том, что любые переговоры, любые саммиты мира, в том числе швейцарские, не может проходить без присутствия участников России. Россия, тем не менее, Швейцария туда не приглашает. Вот это отвезет Си, к Макрону, который состоится уже в следующем месяце, как ожидается, возможно, изменит позицию Китая. В том числе, Китай пока воздерживается от того, что подтвердит собственное участие в саммите мира в Швейцарии, куда его настойчиво зазывал Олаф Шольц. Но Олаф Шольц достаточно серый, ну скажем так, и во многом скучный европейский лидер, хотя таковых на самом деле 99% надо признать. Это не критика, ни в коем случае, это просто констатация факта. Скучные, серые, ничем не примечательные личности, бюрократы, которые добросовестно выполняют все свои обязанности и, собственно говоря, еще раз повторю, таковыми являются на сегодняшний день 99% европейских политиков. Ну, за редким исключением. Опять же, не факт, что если это политик яркий, ну давайте там посмотрим на ярких персонажей, условно говоря, типа Орбана или Фица в Словакии. Являются ли они яркими? Да, безусловно. Хорошая ли это харизма? Являются ли политиками, скажем так, прагматичного толка? Скорее нет. Популисты, да, со своими интересами, со своими тараканами в голове, ну отвлеклись, тем не менее, так вот, Шольц сделал важнейшее заявление, где он, еще раз повторю, увидел конец войны и, кроме того, Шольц попытался, как говорится, bridge the gap, есть такое выражение в английском языке, то есть, свести позиции, свести позиции, очень отличающиеся между собой. Китая, непонятная китайская душа, загадочная китайская душа, как сказал бы, наверное, какой-нибудь классик китайской литературы, загадочная китайская душа и прагматичная, серая, ничем не примечательная европейская душа среднестатистического европейского политика типа Шольца. Так вот, Китай ведь и вата, на самом деле, понятно, если научиться читать его сигналы, говорит о том, что приоритет мира, который Китай возводит в абсолют, и стабильность, и отказ от эгоистических устремлений, это надо считать, как желание Китая заявить о том, что интересы Москвы также должны быть учтены, чего, в принципе, Пекин неоднократно не скрывал, но из-за этим кроется желание Китая сделать так, чтобы Путин остался в тех границах, которые он будет контролировать на момент, собственно говоря, начала этих переговоров. Иными словами, то есть, что Путин забрал, то если не хотите признавать, не признавайте, но давайте оставим это за скопами. Второй принцип заключается в том, что Китай требует от Запада симметричной стратегии, вы перестаньте вооружать Украину, а мы, в свою очередь, перестанем помогать России, ну, не оружием, но технологиями, тем не менее, когда? И он крайне опасен, поскольку это, как мы понимаем, может закончиться тем, что Китай, в отличие от западных политиков, своего слова может не сдержать, если Запад сократит помощь Украине, Китай может свою помощь не сворачивать. Третий принцип заключается в том, что каждая страна должна избегать эскалации, его можно трактовать как угодно, но, опять же, здесь остается поле для маневра, поскольку встреча Макрона состоится до возможного начала российского наступления, кстати, о нем мы будем говорить отдельно, не в этом ролике, уже появились оценки западных военных экспертов, потому что предоставление Украины немедленной военной помощи может сорвать российское наступление, и оно в конечном итоге может не состояться вообще, тем более, что на сегодняшний день оно не подготовлено в должной мере. И, наконец, четвертый принцип, который хочет увидеть Китай, это снизить негативное влияние на мировую экономику. И, такими словами, китайская экономика находится сейчас в деклайне, в упадке, и мы видим то, что ряд китайских провинций уже могут стать банкротами, он хочет всю эту историю, как он говорит, кризис, или конфликт, он не говорит слово война в Украине, кризис, украинский кризис, его надо заканчивать как можно быстрее. Ну, так ради Бога, договариваются, надави на Москву, собственно говоря, где и находится ключ к решению всего этого, как говорит Китай, конфликта, на самом деле войны. Ну, и визит Шольца, который, еще раз повторю, не принес особых прорывов, но, опять же, то есть, середнячковый визит середнячкового европейского лидера, не самый худший, то есть, программу обязательно он отработал, как говорят, это фигуристы, откатал. Дальше уже дело переходит в руки американцев, а потом Си уже будет обрабатывать в мае Макрон. И вот здесь есть серьезная надежда на то, что все это удастся, все это удастся, и это вся эта история доиграется. Таким образом, идея Макрона о олимпийском перемирии, напомню, Макрон выступил с предложением прекратить любые военные действия на время проведения Парижской Олимпиады, она может таки реализоваться, тем более, что если Китай таки отправит своего представителя, спецпосланника Ли Хуэя, или дипломата более высокого уровня, если он отправится все-таки на переговоры, которые будет принимать себя президент Швейцарии, Амхёрд, все может таки срастись. Одним словом, сдержанный оптимизм присутствует. Ну и наконец, финальная новость, сегодняшний день, в Москве прошел съезд блока под названием Победа, куда съехались около 500 сторонников беглого олигарха и пророссийского политика Игоря Шора, главы одноименной партии. Гостей развлекали Басков и Киркоров, пели на молдавском языке, ну, все это напоминало такой партийный съезд коммунистической партии, 25-й съезд партии, ну, а в конце обязательная музыкальная программа в стиле Песня года 1981, ну, где-то так. Также присутствовали, кроме Игоря Шора, присутствовали глава гагузской автономии Евгения Гуцу, подруга Путина, как ее называют, и говорят личные симпатии диктатора к ней, а также глава партии Возрождение, Шанс, альтернативная сила спасения Молдовы и партия Виктори, ну, и представителей блока социалистов и коммунистов на этот раз не было. Одним словом, такая вот шабаш, сепаратистский, цель понятна, в октябре пройдут президентские выборы в Молдове, и надо сносить проевропейское правительство, надо убирать проевропейского президента, Майю Санду, и они хотят провести референдум с тем, чтобы добиться того, что большинство жителей Молдовы выступило против вступления в Европейский Союз. Планы амбизиозные, надо с этим что-то делать, всю эту шарашкину контору надо вязать, паковать, вот, и также совершать с ними другие законные действия, исключительно законные, но обязательно действовать жестко, жестко, бескомпромиссно, если надо подключить к этому структуру Европейского Союза и Украины, которая также впишется и поможет. Вот такие у нас новости. Подписывайтесь на канал, если оказались здесь первые, лайкайте, ширьте, комментируйте трансляцию, берегите себя, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу, с вами был майор Украинской армии, Тарас Березовец, до новых встреч, друзья, пока-пока. Продолжение следует...